Настало время поговорить о наиболее известных представителях пиратов космических червоточин нового Эдема – корпорации Иннерхел. История становления коллектива восходит к 111 году по июльскому летоисчислению. 11 лет назад, после события, получившего название катастрофа Сейлин, в Новый Эдем стали открываться разломы в материи космоса, червоточины ведущие в неизведанные системы. Пространство без закона и контроля империй. Анойкис стал домом для самых грозных и опасных капсулиров. Лидер корпорации Syndicate of Death, Корсар по имени Хиггс, долгое время терроризирующий флоты исследовательских и производственных корпораций, встретил достойного соперника – Альянс W Space. Это было крупнейшее на тот момент объединение капсулиров, державшее в страхе все системы класса C-6. Альянс W Space стал настоящей занозой. Представителей этого альянса сильно не любили, и поверьте, было за что. Настоящая информационная война, чрезмерные амбиции, нетривиальные политические решения. Вот чем славился этот альянс. Главным воплощением ненависти остальных жителей Аноекса стал лидер этого альянса, известный под псевдонимом Мистер. Достаточно сказать, что этот капсулир, делая ставки на многочисленных союзников, решил, что сможет управлять жизнью ВХ-пространства только за счет своих дипломатических талантов. В борьбе против общего врага к Хиггсу присоединился Максим Делит, лидер Quantum Explosion. С этого момента два малочисленных, но очень амбициозных коллектива стали действовать вместе под знаменем общего альянса Blood Union. Одна за одной, капитальные группы кораблей противника уничтожались прямо в домашних системах альянса W Space. Финальной стадией войны стало выселение руководящей корпорации альянса W Space из домашней системы J-125-111. Это было самое крупное сражение с использованием капитальных кораблей за всю историю нового Эдема. Уничтожив альянс W Space, Blood Union обратили свой взор на домашние системы бывших союзников давнего врага. Одна за одной, системы были объяты огнем. Дредноуты класса Морос, излюбленные пилотами Синдикат оф Дэс и величественные Нагальфар. Флагманские корабли флота Quantum Explosion выжигали любую жизнь из наиболее важных стратегических систем, всегда принимая сражения против превосходящих сил противника. Выселение коллектива Band of Magnus, Ноу Холсбаррет и многие другие. Выселение Drop Beers Anonymous, вошедшее в историю как битва за Нову. Тысячи уничтоженных кораблей, сотни посов, триллиарды иск и сотни искалеченных душ. Попыток отомстить было несколько. Одна из них вошла в историю как атака Крабс Репаблик, когда уже, казалось бы, в безвыходной ситуации флот Quantum Explosion, состоящий из не более чем 20 кораблей, перехватил контроль над статической червоточиной против флота противника в 120 кораблей. Именно тогда прозвучала знаменитая фраза Макс Делла «Отправляйтесь на аномальки, долбаные крабы». Уничтожив всех потенциальных противников, корпорация Quantum Explosion установила тотальный контроль над всеми системами Аноэкса класса C6, организовав альянс W Space Citizen. Это был рассвет для любой деятельности, связанный с червоточинами, начиная от исследования тайн древней расы спящих, добычи редких минералов и газа, заканчивая межкорпоративными войнами. Но золотое время исследования Аноэкса подходило к своему завершению. Потеряв потенциальные цели, время Quantum Explosion подошло к концу. Стагнация в чавоточинах и отсутствие целей привели к уменьшению активности флота корпорации. Quantum Explosion распадается, альянс W Space Citizen распускается, а контроль над высшими классами систем в Аноэксе переходит к бывшим союзникам – корпорациям Laserhawks и Hardknox. Поведение дрона в Слиперс в аномалиях W Космоса меняется, становясь более непредсказуемым. А появление нового, грозного противника в виде дрифтеров отпугивает самых смелых исследователей. Аноэкс на долгое время остается в забвении. Капсулиры нового Эдема обращают свое внимание на бескрайние системы с нулевым уровнем безопасности, захваченные независимыми альянсами капсулиров, намереваясь бросить вызов самому Конкорд и Империям. Спустя несколько месяцев без активности, в начале 118 года по июльскому летоисчислению, наиболее преданные участники среди личного состава бывшей Quantum Explosion вновь собираются вместе. Новое знамя в кроваво-красных тонах. Крест, олицетворяющий собой тяжкое бремя ответственности. Меч, как символ готовности вступить в бой при получении приказа. Верные опытные капсулиры, которые прекрасно понимают, что Аноэкс – это их собственный внутренний ад. Корпорация Иннерхел приступила к своей дьявольской активности. Главой корпорации стал капсулир с демоническим именем Адрамелех. Жестокой рукой и стальной дисциплиной он объявил крестовый поход против альянсов-капсулиров в Новом Эдеме. Используя червоточины в качестве средства быстрой доставки флота в любой регион с нулевым уровнем безопасности, малочисленный, но безумно эффективный и сбалансированный флот Иннерхел стал наносить сокрушительные удары по тем целям, которые до этого считались неуязвимыми. Корабли сверхбольшого тоннажа, материнские авианосцы, титаны, индустриальные корабли класса «Роквелл» – все они стали легкой добычей для пиратов космических червоточин. Ошеломительный успех пиратской деятельности привлек внимание всего нового Эдема. Вновь запылали системы Аноекса. Вновь флот пиратских крейсеров огнем дезинтеграторов выжигал старых противников. Выселение корпораций альянсов Arctic Light, Beyond the Horizon, Empire of Decadence, Stranger Danger, Monstramplit Cavaliery, Holisail Operation, Mighty Beans, Nameless Aliens, Spatial Instability. Кто же они, эти угрюмые ВХ-шники? Команда отъявленных головорезов. Мортис де Авалон – командир флота специальных операций и мастер разведки. ВАЛ – боевой пилот основного состава корпорации. Гарольд Када – представитель нового поколения капсулиров, активный пилот сквада логистов. Ковач Сергей – боевой пилот основного состава. Люмин Дэдпул – новое поколение, молодой и амбициозный офицер корпорации. Гиллан Ультра – производственный директор корпорации. Все, на чем летают инерхеллы, его рук дело. Ксенобия – новое поколение корпорации с отменным боевым опытом. Ран Кох – боевой координатор флота, внимательный и незаменимый, всегда на чеку, словно паук в ожидании цели. Уфо Бета – боевой пилот основного состава корпорации, незаменимый пилот заградительных кораблей. Кейт Тандерболт – командир суицид флота и офицер корпорации. НЕРК – представитель нового поколения, зарекомендовавший себя четким выполнением поставленной задачи. Кира Гэлакси – IT-директор корпорации. Коммуникации – важная часть успеха. Павел Лиопа – командир флота, опытный пилот и офицер корпорации. Стелсинг – яркий представитель основного состава корпорации. Фунт – один из старейших и опытнейших пилотов корпорации, незаменимый и неустанно следящий за порядком и соблюдением традиций офицер. Хейль Ультра – мать логистов, незаменимый пилот-многооконник основного состава. Мурадик – командир флота, опытный пилот и офицер корпорации. Кара Корбей – командир пулпурного звена, директор по персоналу и связям с общественностью. Адрамелех – бессменный CEO корпорации Иннерхел. Главный отец всей АВХ и гроза всех храбов СИНС-2012 год. Лишь одно вам нужно знать о целях и методах Иннерхел. Сгорит все! Иннерхел. Бойтесь нас. Сегодня. Субтитры создавал DimaTorzok